Всем привет! Сегодня я изъявил желание показать как делать фальцевые соединения. Прежде чем как делать его, наверно нужно рассказать о нем, что такое фальцевые соединения. Фальцевые соединения это когда два металла соединяются между собой. Берем один металл, соединяем второй металл. Вот это вот примерно фальцевое соединение. Какое оно должно быть? Вот здесь вот должна быть просечка, чтобы металл не вылетал друг из дружки. То есть он должен выглядеть следующим образом. Где-то так. Или же может быть он таким. Как его сделать? Во-первых, нужно знать, какую ширину шва вы будете использовать. Как правило, есть такой закон, что ширина шва равняется пропорциям толщине металла. То есть если металл 0,5 миллиметров, то металл будет 5 миллиметров. Ширина шва будет 5 миллиметров. Если 0,45 миллиметров, толщина металла, ширина фальца будет 4,5 миллиметра. Припуск на фальце идет 1 к 3. То есть если вы берете 5 миллиметров, ширину шва. Умножаете на 3. У вас получается 15 миллиметров. Вот так. Чтобы деталь труба налазила друг на дружку, разницу в диаметре делаете в 5-6 миллиметров. Чем меньше разница, тем труднее будет насадить труба на трубу. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как делать фальцевые соединения. Кстати, вот забыл. Такая чертилочка может быть использована. То есть здесь вот между кончиками и краем 6 миллиметров у меня. То есть это такая вот чертилочка. Здесь нужная ширина вам фальца. То есть если вы делаете из миллиметрового железа трубу или что-то, то вы должны учитывать, что ширина фальца должна составлять 1 сантиметр. В данном моменте у меня металл 0,5. Я сделаю на нем фальц всех трех видов, то есть двух видов, 6 миллиметров. Ну давайте вот так вот по широкой стороне. Берем, отчеркиваем две детали, которые будут сбиваться между собой. Этим флом сбивается как трубы, так и плоский металл. Начинаем. Вам для этого потребуется уголок, край уголка, чтобы на него помещалась заготовка. Берем по линии, отчеркнутой, загибаем. Загибаем сначала с одной стороны, потом с другой. Делаем наклон. Гранц в 5-10, наверное. Теперь, чтобы нам сделать просечку, просечка заготавливается сразу. Мы отступаем более 6 миллиметров, то есть, например, миллиметров 7-8 дальше. Отступаем и производим вот такой ударчик. Вот у нас получается заготовка одной стороны. Вот такая вот она. Вот так вот у у вас должно получиться. Смотрим еще раз, более подробно. Линию выставляем на край уголка. Загибаем в одну сторону, загибаем в другую еще раз. У вас уже заготовка никуда не денется. Загибаем все остальное. Делаем небольшой наклон. Небольшой наклончик. Вот так вот удобнее, наверное, будет. Теперь смотрите. Киянкой ударяем перпендикулярно отогнутой кромки. То есть, примерно вот так. Выглядит на практике это так. Отступаем 7-8 миллиметров, так как у нас нашла 6. И потихонечку. Вот у нас точно такая же вторая заготовка фальцевого соединения. Теперь берем их, соединяем. Вот такая штука у нас давно получится. Ложим это еще на уголок. И взбиваем. Такое фальцевое соединение у нас уже не развалится. Это довольно-таки прочная штука. Говорят, что прочность такого соединения идет на втором или третьем месте после сварки что ли. Ну, сварка, конечно, углухла, но все-таки. Так, теперь еще второй шов, когда листы остаются в одной плоскости. То есть, вот так вот. Он делается практически точно так же. Берем, отчеркиваем нужную нам ширину пальцев. На одной плоскости и второй. Все так же загибаем. Делаем небольшой наклон. Отступаем 7-8 миллиметров от края. Слишком много тоже плохо. Опять у нас получается такая штука. Такой крючок, так сказать. Мы делаем заготовку на второй половине. И здесь делаем просто небольшой наклон. Вот у нас получилась такая штука. Теперь его надо сбить. Эту часть листа мы ложим вниз. А вот этот вот крючок сложим сверху. И сбиваем. Все точно так же. Для чего вот на этой изготовке требовалось наклон. И вот что у нас получается. Это второй вид фальцевого соединения. Если хотите, чтобы я вам показал, как делать трубу. Там есть свои нюансы вручную. Отпишитесь в комментариях. И вообще, что вы хотите, чтобы я сделал здесь жесть. Придумайте сами. А я голову поломаю и сделаю. Все. Спасибо. Ждите следующих видео. Подписывайтесь на канал. Читайте описание видео. Вот такую ликпидринь мы заготовили. Здесь фальц так, а здесь фальц так.